на еду. Вот. Так, вот такие суперки, я вас люблю, это опять Виктория Майер, опять для нас. Так, для состояния члена чеснок и острое, нормальный вопрос, я не знаю, как ответить, чай или кофе. Чем лучше перекусывать? Классный вопрос, и я вам даю на него классный ответ. Лето, блин, позволяйте себе вот это. Вот в этой вот клубнике, на самом деле, всего 4,5 грамма углеводов на 100 грамм продуктов. Я вам скажу, если вы съедите в день килограмм клубники, это примерно как два яблока, не точно как одна булочка. Так что, а желудок вам забьет по полной программе. Так что, собственно, вот так вот. Так, пробуем вы грудные, когда закачаешь. Никогда я грудные не закачаю, ребят, по причине того, что мышцы там были надорваны. С одной стороны, по-моему, три раза, с другой семь раз, потом была пластическая операция, потом стали импланты, так что стисек у меня не будет. Не надейтесь. Сосед, где в вахте живешь? Я живу в юнтового. Так, зеленый чай. Зеленый чай отлично, но здесь опять же надо смотреть. Зеленые чаи, это отлично, но их огромное количество. Какие-то успокаивают, какие-то будоражат. Творог. Тоже самое поводу творога. Многие спортсмены из-за денег, просто творога до дешевого белка, пытаются все-таки похавать побольше творога. Молочка у нас все-таки в полной мере не усваивается. Если хотите творог, его можно принимать. На массе еще куда ни шло, на сушке, особенно девчонкам, я его не советую. Если уж совсем не терпится и хочется, тогда это должен быть действительно настоящий творог, а не та хрень каста, которую продают зачастую в магазинах. Орехи. Орехи очень полезные. В первую половину дня их можно употреблять. Единственное, что в небольшом количестве, потому что у вас кишечник просто к этому не привык. Миндаль жареная, норма для перекуса. Для перекуса, что вы имеете в виду? Если вы девушка, то не очень хорошо. Так, слишком быстро все пишут? Да, есть такое. Я на волочке, очень быстро теряю вес. Почему такое может быть? На самом деле, когда люди теряют вес, и многие клиентки приходят и говорят, Саша, а через сколько у меня будет результат? Скажи, пожалуйста. Вы себе не представляете, какое количество факторов должно быть? Это ваш уровень гормонов. Как работает щитовидка? Как работает, собственно, какой у вас провоктин? Как у вас вообще с женскими гормонами, со всеми остальными, что происходит? А сколько мы быстро разгоняемся? Есть девчонки, которые реально за 6 недель получают нереальнейший результат, и это не всегда моя заслуга, сколько заслуга их организма. Так, арбуз можно перекусывать? Арбуз можно перекусывать. Стоит ли пить кофе? Кофе легкий диуретик, толк от него есть. Старать, а снизу употреблять пару кружек вполне нормально, а больше уже нет. Питание какое правильное? Смотрите потом в записи, и я начинал с того, какое питание правильно. Если будет потом много вопросов, можно будет сделать еще несколько выпусков. Так, ответь, боишься, даруешь от тебе плохого мнения? Я не знаю этого человека, тем более я этого не слышал. Вот, когда мне кто-то скажет вживую, будет уже известно. Что со вчерашними вафлями? Мася меня уже почти простила. Почти. Вафли она дала подружкам, пускай кушают на здоровье. Как скинуть 10 килограмм и 100 килограмм парами при весе 180. Скорректировать питание. Питание по часам, на самом деле, дает огромный ток. Многие этого не представляют. По часам это я говорю буквально. То есть, допустим, еда в 9, в 12, в 4 и в 8. Соответственно, все, у вас есть еда. Она сейчас скорректирована. Она у вас не то, что взвешена, а когда вы делаете еду в контейнер, у вас четкое понимание, плюс-минус там 100, 120, 150 граммов мяса, плюс гречка, но это для парня 100 килограммового. И уходит все неслабо. Но, разумеется, не забывайте о воде. Воды должно быть адекватное количество. И тоже стараться ее не превышать вверх и вниз. Многие не понимают, что маринованное соленое приводит к отекам. Я, на самом деле, еще второе, что удивился. С друзьями болтали. Они, ну, мы ходим в «Азбуку вкуса», и там, в общем, все так красивенько. А многие ходят в ленту. Я просто ужасаюсь от того, что едят люди. Люди же что у нас едят? У них там сосиски, пельмени, колбаса, пиво, чипсы, полуфабрикаты, беточки, еще что-нибудь. Это же убийца, а не еда. И они считают, что на самом деле все это нормально. Культура питания очень сильно у нас отстает. По поводу массы, мы, кстати, по поводу массы, да, мы тоже тут разбирали психологическую проблему. И всем нам с детства, помните, что говорили? Нельзя не доедать. Особенно, если это блокадные люди были, то есть, допустим, родители наших родителей, которых мы, конечно, очень сильно любим. Не оставляй никогда хлеб. Доедай до конца. И мы привыкли доедать до конца, даже когда не хотим. А это огромная проблема. Никогда не нужно есть много. То есть, ваша порция всегда должна быть меньше той, чем бы вы хотели съесть. Это будет более правильно. Можно ли потянуть живот за месяц? Можно. От какой страны мы отстаем? Да, практически от многих страны отстаем. Понятно, что когда я приезжаю в Доминикану, там вообще культура питания пропадает. Они жрут только сладко, и у них, в общем, в этом все нормально. Понятно, что американцы в этом плане, опять, хотя тоже нельзя сказать, да, я в Америке не был, а ребята у меня, кто в Америке был, да, очень много толстых людей, но и очень много людей, которые конкретно подсиживают на правильном питании. У нас же эта группа людей за последние 10 лет реально выросла, но она выросла среди определенного поколения, то есть молодых людей, и, наверное, до 40. А все остальные, ну, в общем, питаются крайне не очень. Картошечка жарена с литяными грибочками? Это прикольно. Так, Саша. Саша, вы супер, смотрел все ваши ролики. Спасибо. Когда в Америку собираетесь? Пока не собираемся, у нас Доминикана на носу через 4 недели. Так, возможно сделать пресс рельефным с 20% жиром в организме за 2 месяца? Да, можно сделать, пресс тоже точно можно сделать, потому что как минимум 10% жира можно скинуть, да и этот, на самом деле, очень много, потому что на том же самом Петербурге порой ребята показывают 10-12% жира, и это уже соревновательная форма. Саня, вам в Японию нужно ехать, там вы будете настоящими героями. Да, нам говорили о том, что мы мультяшки. Так, какие представители самые эффективные упражнения, чтобы подтянуть живот? Вакуум. А на самом деле старая добрая тема Арнольда Шартнеггера. Когда у него не было икры, он подрезал шорты и начал ходить в шортах, чтобы видеть свои убогие икры. Так вот, оденьте короткий топик и смотрите чаще на свой живот. Я думаю, что вы просто постоянно начнете его втягивать. Чем больше вы начнете на него обращать внимание, тем больше будет. Самое главное, не начинайте комплексовать, ведь если вы над ним работаете, все поменяется, а если вы его спрячете, он таким и останется. Так, еще водочки, картошечки, грибами, посмотрите его перископ. Их, хороший план. Вот, ну, маленькие радости жизни на самом деле должны быть. Просто надо понимать, что если сегодня нагрешили, шишечки, водочка и тому подобное, после этого должен быть разгрузочный день. Кстати, о разгрузочных днях. В такие дни лучше всего фрукты и, соответственно, если вы спортсмены, то лучше всего какие-нибудь бутажечки и легкий протеинчик. Вот, если не спортсмены, ну, точно не кефир, потому что многие почему-то кефир ассоциируются с правильным здоровым питанием, а это не так. Так, как сбросить 20 килограммов? Зашить рот. Да, зашить рот, кстати, как не цинично может быть звучит, но это так. Влияет ли нервный стресс на тренировку? Влияет. Многие от нервного стресса начинают впадать в апатию, кто-то вступает, наоборот, в агрессию. Но напомню, что тренировка решает все проблемы, все нервные проблемы. Приходите, если вы не можете сразу заточиться на тренажерах, значит, ставьте на беговую дорожку, на степ, на эллипс и херачите там до тех пор, пока у вас не начнет спадать лишняя агрессия. Так, для пресса тревожных упражнений. В зависимости от уровня и зависимости от того, какая спина. На самом деле, самый безболезненный пресс, это когда ножки приподняты, чтобы поясница не была прогнута и делать частичные сгибания. Ну, понятно, что вполне неплохая и старая добрая тема, когда вы держите уголок, работаете, велосипед. Но остальное это уже в зале, но это нужно показывать, мне достаточно трудно так объяснить. Я не проигнорию опять, ребят, я успеваю читать абсолютно не все сообщения, когда отвечаю, я не читаю. Зачем ты накрасился? Я не накрасился. Это татуировка, приводящая бедра, как накачать. Надо посмотреть, что вы делаете, и тогда уже после этого давать какой-то конкретный совет, потому что стандартное упражнение, тот же самый прессит. Можно посоветовать человеку, он тебе скажет, знаешь, Саша, ты ничего не понимаешь, прессит мне не помог, квадро у меня не растет. А все будет зависеть от того, как он делал предварительное утомление, делал ли он вообще, как стоял ноги и тому подобное. Мешает ли алкоголь похудение? Классный вопрос, реально это так. Что такое углеводы, особенно, точнее, что такое алкоголь? Алкоголь это быстрый углевод, особенно водочка, виски, то есть все крепкие напитки, они очень быстро поднимают уровень сахара в крови. Сразу срабатывает поджиудочный, инсулин выделяется, ну и, соответственно, после этого вы имеете декомпенсацию, то есть любая пища у вас начинает запасаться. То есть вы как диабетик получаете укол инсулина, вот что у вас происходит. Сухое вино. А вот сухое вино, да, с легкими алкогольными напитками, конкретно с сухими винами, их можно пить. Причем даже есть такая диета, что типа после 6 вечера можно выпивать сухого вина, там, бокальчик 2. Я тоже, на самом деле, даже, наверное, это приветствую. Если грамм 150-200, проблемы нет. Дни голодания для набора. Есть такая тема, многие на самом деле будут смеяться, реально есть дни голодания, чтобы набирать вес. Почему я говорю, что при похудании очень аккуратно надо с голоданием. Потому что, допустим, дня 4 ты ел, пищеварительная система перегружена, потом ты ей даешь стресс, после этого стресса она будет нагонять. Что делать в разгрузочные дни? Но я бы совсем их не разгружал. Я бы утро начинал бы все равно с какой-нибудь овсянкой, соответственно, а дальше пил бы водичку, но, может быть, еще днем до вечера чуть-чуть добавил бы БЦАшки. Естественно, без вкуса, без ничего. Соответственно, это дает возможность не дать сильного распада мышц. На следующий день вы будете голодные, как не пойми кто. Кто сказал, что овсяная каша на утро? Уже несколько раз сказал, что овсяная каша на утро – это тема. Вы ведите где-то занятие, можно ли записаться? Да, я работаю на Дивинской, 4. Это Санкт-Петербург, спортивный клуб армии. Собственно, вот так вот. Тигр. Да нет. Мяу. Так, Саша для 16 лет, рост 170-60-65, нормально. Ребят, порой бывают ребята вообще веса еще меньше, которые выглядят достаточно сухонько и прикольно. А бывает, что, короче, рост и вес нифига не показатель для того, как должно выглядеть. Потому что можно при 90-е выглядеть толстым, при 90-е можно выглядеть худеньким, можно выглядеть массивным, а можно выглядеть рыхленько. Так что что угодно. Пью ли я сам. Да, мы пьем, и мы пьем сухие вина, но это, в общем, такие хорошие вина. Вот. Так что вот так вот. Мой вес. Мой вес мы после Амстердама скинули. Я был 121, сейчас 111. Как правильно курсануть, я на это не отвечаю по поводу фармакологии, не консультирую и за бабки тоже. Саша, красное вино, на выходной бутылочку полезно? Нормально. Нормально, особенно если бутылочку ты раздягиваешь на субботу и на воскресенье, вообще все шикарно. Правильно есть надо перед тренировкой или после. Это девушечка, я просто, извините, не вижу. У девчонок очень правильно этот вопрос возникает. Они говорят, что за 2 часа до тренировки есть нельзя, 2 часа после тренировки есть нельзя, после 6 вечера есть нельзя. Блин, что-то так реально получается, что если ты в 2 часа выходишь на тренировку, то пожрать уже нельзя, а когда возвращаешься, уже тоже нельзя. И, соответственно, получится огромная проблема. Нет, есть перед тренировкой можно. Еда не должна вам мешать, она должна быть достаточно легкой, это может быть что угодно. Допустим, у меня девчонки на разгрузочных днях вообще делают уху. Берут там 300 граммов белой рыбы, берут одну картошину, одну морковку, одну лучину, 800 грамм воды, лавровый лист, вот у себя они делают быстренько уху. Эту уху разбивают на 4 контейнера, поверьте мне, разгрузочные деньги еще как действуют. Если вы хотите к вечеру вообще как умолешенные, это можно есть и за полчаса до тренировки, и за час до тренировки, да и сразу после тренировки есть тоже можно. Собственно, вот так. Так, давайте еще парочку вопросов. Не морщи, оп, в доме почти морщин нет, а если есть, то надо, значит, уже идти к косметологу. Так, можно не тренироваться, а просто на диете посидеть. Можно, смотря какая фигура вас устраивает. Соответственно, нужно понимать, что похудеть вы сможете, и параметры сантиметровые вас тоже будут устраивать, а вот на ощупь, возможно, это будет вас устраивать не очень. Так, не успел прочитать пробег. Герболайф можно. Герболайф тоже самое спортивное питание, как, в общем, и все остальные конторы. EnergyDive, Герболайф, для меня, в общем, все одно и то же. У них есть вполне неплохие вещи, просто вы переплачиваете. Ты губы накачал? Нет, я губы не накачал, они у меня такие есть. Ты баба или мужик, мужики в деревне, а бабы вообще как-то некорректно проделаешь, как так говорить. Так, твоя жена ищет? А, не вижу. Так, вернулись уже с Амстердама? Да. Как я стал таким необычным? Как ты так делал или делал, и что-то так получилось? Уважаю Toyota или Lexus, больше я люблю немцев. У меня при беге сильно колет под легкими. Значит, нужно правильно выбирать скорость бега, потому что некоторые люди выбирают просто неправильную скорость бега, не адаптированную, и начинают впахивать. Понятно, у них случаются спазмы, и вот так оно и происходит. Так, как у Маси настроение? Мася, как у тебя настроение? Еще не очень. Еще не очень. Так, ты пацан или телка? Так, опять же, телки на ферме, а пацаны, я не знаю, пацаны это кто, пацаны? Не знаю, я, в общем, наверное, ни то ни другое. Коленка болит при беге? А, это вопрос кто-то задает. У человека не коленка болит, а я так понял, под коленкой болит. Так, ты губы накачал? Нет, такие были. Покажи мышцы, пожалуйста, мне они много. Сколько белка в день съедать? Для каких целей? Как вы интенсивно тренируетесь? Набираете ли вы масло или уходите? Целые вопросы. Целую кучу. Так, бокал под шато надо мной? Да. Смотри, кто-то запомнил, что мы шато любим. Красненькое, года 98-го, у нас еще 7 бутылочек осталось. И что бокалы для него надо мной? Да. А ты в розовом? Ах, хрен его знает. Я полудальтоник, так что я еще не знаю, какой-то оранжевый, Мася, что это? Коралловый. Коралловый. Сколько вы килограмм поднимаете, смотря куда? Так, привет. Ири, это Женя. Мася, какой ты Женя? Передаете привет. Привет. Так, какие эффективные упражнения для попы посоветуете? Смотрите мой лайв-журнал для девушек на основном канале на ютубе. Там все увидите. С какой скорости лучше начинать бег для подготовки к маракуфону, бегать только начиная. Нужно вытягивать тот бег, который вы можете бегать. Для начала вообще бы неплохо хотя бы бежать полумарафонскую дистанцию километров в 20. Соответственно, начинать ее там с минимального там бега, я не знаю, 8,5-9 километров. Когда будете вытягивать, дотягивайте эту планку до 30 километров, и там уже можно экспериментировать. То есть, одни тренировки выводить на 40-килокиметровые, хотя это не очень правильно, они должны быть более редкие, соответственно, либо бегать пятнашками-двадцатками, но уже под более высоким. Но это уже надо смотреть с теми, кто занимается конкретно бегом. Так, покажи Мася, это моя жена. С какой скоростью нужно делать присед? С медленной вы должны контролировать любое свое движение. Как вас и найти на ютубе? Поверьте, вы меня сразу найдете. Пишите Саша Шпак. Соответственно, там порядка сейчас 26 тысяч подписчиков. Показать коллекцию ВИН? Не, не покажу коллекцию ВИН, потому что людская зависть, она не всегда самый хороший фактор для нашего бытия. Так, привет, Мася от Саши. Саша, зачем тебе тату на глазах? Мне нравится. Какие протеины лучше брать в 14 лет? Неправильный вопрос. Нет протеинов для женщин, для мужчин, для 14 лет есть количество белка. Смотря какие у вас тренировки, ну, как минимум 2 грамма белка, если тренируешься, должно быть. А больше сильно не надо. Мася, я уже скоро заканчиваю, подожди. Спать хочу. Спать хочу, но сейчас уже все. Так, про Санжаровскую Елену скажите. Не знаю, кто это, Саша, реально, кто им с этим прислушает. Спасибо. Если у Мася перископ, у Мася есть перископ, он мой. Так что, если что, можно ей дать, она будет везти. Так, ягодицы на столе? Ягодицы. Так, раз в месяц бутылку водки, какие проблемы? Раз в месяц бутылку водки, если при нормальных тренировках и вы, собственно, не готовитесь к календаринам, никаких проблем не будет. Только не надо быть русским человеком и понимать, что где одна, там и две, а где раз в месяц, там и три. Так, сколько грамм БЦА за раз усваивается при везти так? Ну, на самом деле, все очень индивидуально, но спокойно, я думаю, 10-20 грамм усваивается. Сань, гормон роста за и против. Смотрите на кармане, на канале, на ютубе. Химия тела, гормон роста, там реально все это есть. Вы женаты? Официально, да, мы женаты. Вопрос по сколиозу, мешает ли прессу? У всех сколиоз есть в той или иной степени за очень редким исключением. Так, спасибо за трансляцию, все, спокойной ночи. Все, мальчики, девочки, всем спасибо, всем пока, всем приятного аппетита. Не знаю, фруктовая лавка нам, честно говоря, ничего не платила в этот раз, но просто хочется еще раз отметить, что мы реально попробовали и клубнику, и черешню. Она хрустящая, сочная, пахнет прям как она должна пахнуть, и на вкус такая же. Все, если у Маси инстаграм есть, смотрите, соответственно, где наши общие фотографии, там вы увидите ее инстаграм. Все, всех целуем, всех пока.